Добрый день, сейчас проходит сельскохозяйственная перепись. Вы задаете вам пару вопросов? Да, пожалуйста. В Видном среди многоэтажек спряталась небольшая, но уютная деревня Тарычева. Многие жители соседнего сне микрорайона Зеленой Аллеи могут и не догадываться, что совсем рядом находятся частные хозяйства, в которых выращивают домашнюю птицу, садовые и огородные культуры. С начала августа в этих местах часто можно встретить сотрудников Росстата, которые проводят здесь сельскохозяйственную микроперепись. Мы спрашиваем, сколько проживает на данной территории количество человек. Также спрашиваем общую площадь сельхозугодий, какие конкретно сельхозугодия выращивают. В основном выращивают это картофель, помидоры, огурцы, то есть такие культуры. А какие животноводства занимаются конкретно? Это куры. Последний раз такой анализ проводился в 2016 году. Тогда перепись была намного масштабнее, в том числе затрагивала крупные сельхозпредприятия. В этом году процесс локальный. В Ленинском городском округе переписчикам предстоит обработать лишь 10 тысяч участков. Половина из них уже в базе. Конечно, сложно. Порой бывает, что очень сложно достучаться. Но все-таки дело в том, что работают, конечно, несмотря и на погодные условия. Да, у нас то солнце светит, то дождь. Но собственники встречают переписчиков доброжелательно. Идут на контакт, делятся трудностями ведения хозяйства. Однако все как один отмечают – свое гарантия качества. В магазине покупаешь мясо не свежее, а свое есть свое, домашнее выращенное. Яйца вкусные домашние, желток как желток, а не прозрачные, как в магазинах. Тяжело, но свое вкусно. У Лидии Левыкиной муж, два взрослых сына, у которых уже свои семьи. И пенсионерка просто не представляет, как накормить такую большую семью без своего хозяйства. На ее участке и овощи, и фрукты, и даже козы с курами. Мы полностью обеспечиваемся вот этими молочными продуктами. Причем на зиму я молоко морожу, творог морожу. То есть мы и зимой пользуемся своими продуктами. Сельскохозяйственную микроперепись проводит Федеральная служба государственной статистики. На территории Ленинского округа в реализации проекта Росстату помогают сотрудники управления информационно-аналитических работ. Для получения официальной статистической информации, для формирования отчетности по сельскому хозяйству, чтобы понять, как у нас живут сельхозпредприятия, индивидуальные предприниматели, для развития мер социальной поддержки того же малого предпринимательства и также личных подсобных хозяйств. Если они занимаются разведением сельскохозяйственных животных, они тоже могут рассчитывать на поддержку государства. Завершится микроперепись 31 августа.